Заходи на сайт epakedon.com, закажи уникальную копию твоего персонажа из любимой игры, а также скоро открытие сувенирной лавки. Заходи! Ссылки под видео. Всем привет, ребята! С вами Нитрич и играем мы в Black Desert Online. Сегодня 15 февраля, День влюбленных позади, а у нас обновление в Black Desert, которое проходит каждую среду. Итак, давайте разберемся, что же появилось новенького. Патч в этот раз был небольшой, на 370 мегабайт. В игровой магазин завезли новые товары. А это у нас ларец Каммердинера, ларец Эсквайра, но это чуть-чуть попозже. Один за жемчуг, другой за мили. Набор премиум и комфорт на 15 дней. Ох, надеюсь, все-таки поднимут на них стоимость серебра, и донатеры будут выкладывать их на аукцион почаще. Также набор героя на 15 дней. Тоже, кстати, дешевый. Геймнет, услышьте, поднимите цены, чтобы донатер получал больше серебра, и у него была мотивация выкладывать их на аукцион. Ну и также, как всегда, немного новых доспехов. Какой вот синенький доспех. Так, скидки на комплекты. Давайте перейдем теперь к самому важному. Подняли первую стойку, причем у всех классов. У лучницы подняли первой стойке снижение МП, а теперь на навыках повышено. Но я бы лучше дал уменьшение стамины, используемый на тот же самый Ветер Смерти, когда мы ездим на Кьюшке. В общем, ничего прям такого выдающегося. Небольшие фиксы по поводу, как что выглядит, по поводу с багами на какие-то перила, тут теперь можно забираться и так далее. Так, всего понемножку. Это все не важно. И показали уже первые результаты, кому из НПСов больше дарят шоколадки на российских серверах. Также можно посмотреть и в других регионах. Давайте теперь перейдем к самому главному. Это к сундукам. Так вот, ребята, в магазине за мили можно приобрести вот такой вот Ларец Эсквайр. Теперь стоит он 5000 эмок. Ларец Эсквайр дает следующее. Нажимаем на него правой клавишей, положим сюда внешку, первый комплект. Допустим, нам нужно одеть на себя, вот, мне, платье служанки там и так далее, так далее, так далее. Я нажимаю потом переодеть, оно на меня одевается. Сюда я ложу второй комплект, который я хотел бы после нажатия сразу же переодевался в служанке, допустим, на эндо. Тоже переодеть. Затем этот Ларец Эсквайр мы можем вынести на панель. И просто, допустим, когда мы деремся, и команда, к примеру, идет одеть маскировочные костюмы на осаде, к примеру, да, вы всего лишь нажимаете одну кнопку и бац, вы в костюме эндо. Либо прибежали в город, вам нужно быстренько переодеться под изготовление, либо какой-то крафт, вы опять нажали одну кнопку, опять переоделась. Такая вот забавная вещь стоит 5000 эмок. Также можно просто выносить через интерфейс на быстрые слоты. Точнее, через настройки, игра. Вот эта галочка находится во вкладке игра настройки быстрых слотов. То есть, что мы делаем? Выкидываем в сундук просто вот так вот и биндим себе к любую клавишу, которая у нас перечислена вот на такой вот панельке. Блин. А если вам нужно ее удалить, мы заходим в интерфейс и просто отключаем. Нажимаем сохранить. Таким образом отключили. Так, что касается второго сундука, который ввели у нас во вкладке полезное, стоит он 190 жемчуга, ларец коммердира. Уже я его потестил. Вот он. Дает все то же самое, но переодеваем мы не внешку, а наше боевое. То есть, мы можем сюда поставить камень, шлем, топку, оружие. После этой установки снова нажимаем переодеть. Ну вот, допустим, на примере двух топок. Допка на меткость и допка на точность. Ну давайте еще и сюда допихаю камень. К допке на точность поставлю камень на скорость атаки, а к допке на меткость поставлю камень на защиту. Все, здорово. На мне все это одето. Так, сейчас я в дефе получается. Там... А, откат между кнопочкой переодевания три с половиной секунды после того, как нажали кнопку переодеть. Тоже можно на быстрый слот поставить. Все то же самое. Что мы делаем в бою? К примеру, мы бежим в дефе. Так, вот так. Переоделся на меткость. Секундочку. Вот, мы бежим в дефе. Деремся, деремся, деремся. Законтролили нашего противника. Делали захват, к примеру. Переоделись на меткость дали самый мощный скилл. Либо продлили комбу. Вот такой вот интересный ларец. Как он повлияет на осады, как он повлияет на пвп, увидим в дальнейшем. Но, очень полезная штука. Нужно, в общем, комбить, макросети и тому, и так далее. Подобно, как... Как кому будет удобнее. Ну, что сказать. Вот такое коротусенькое обновление у нас. Ну, а я с вами не прощаюсь. Ведь каждый день я стримлю. Обычно это происходит с обеда до поздней ночи. Приходите на мои стримы. Ссылочку найдете под видео. Подписывайтесь на канал. Заходите к нам в группу ВКонтакте. Вульфи и Нитричи. Там всегда выкладывают с утра анонсы стримов. Во сколько старт. Ну, и, ребята, пишите. Пишите свои комментарии. Как вам вообще фиксы с первой стойкой. Что это даст. Ну, и, конечно же, про сундуки. Ну, и, как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok